Дамы и господа Мы хотим вас поздравить в 2-й аэннваре церемонии People of the Year Awards, организованной by DDF Rue Сегодня мы собрались здесь, чтобы торжественно честовать уникальных индивидуумов вложивших душу и в совершенстве помогавших эволюционировать нашему отечественному ГМДеву Сегодня мы здесь, чтобы целебрировать... А черт с ним, как будто нас тут не понимает Правильно, нечего выпендриваться Итак, сегодня на церемонии DDF Rue уже второй раз продолжает традицию составления рейтинга персон топы игровой индустрии с привлечением людей, экспертов, различных профилей для оценивания самых важных, влиятельных людей в индустрии по трём номинациям, по трём основным метрикам это известность, публичность и влиятельность В этом году организаторы постарались оценить не только суммарный вклад людей в игровую индустрию на протяжении многих лет, но и особенные достижения в течение прошедшего года Ну, победители большинства номинаций вам уже известны Некоторые пока стоят в тайны, мы, конечно, их знаем, но вы узнаете их сегодня Это вклад в индустрию и прорыв года Абсолютно верно А пару слов о самом рейтинге Почему он существует, как он появился Сейчас скажут вам управляющие партнёры DTF.ru Сергей Бабаев и Леонид Сиротин Встречайте. Опять Приветики У меня дежавю Матрица меняется Я всё-таки подниму стёкла, чтобы вас лучше видеть Мы все вдвоём, Серёжа, выросли на DTF Это был очень клёвый сайт, где можно было насувать друг другу полную коробку половых органов, поспорить Это был центр такой, центр притяжения тусовки Когда его не стало, стало грустно Мы грустили, 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 догрустились до того, что обманом и угрозами выманили домен у основателей Получили у них благословение на реинкарнацию сайта И его вместе с прекрасными ребятами из комитета, с Владом Цыплухиным, с Львом Левиевым, с командой текущей Мы его реинкарнировали Причём в новой совершенно роли, как сайт, где пишут и для игроков, и как для профессионалов индустрии, которые здесь собрались Вот, и Серёжа Бабаев придумал очень крутую штуку Помимо того, что он это всё придумал, я просто рядом постоял Сергей придумал ещё и делать аналог церемонии, которая когда-то проходила на КРИ Эта церемония была такая Все собирались и вручали 1С почётные статуэтки За то, что 1С самый лучший издатель Мы решили эту практику максимально коррумпированного рейтинга продолжать Поэтому сейчас просто мы с Серёжей друг другу вручим статуэтки и сольёмся Но нет, мы так больше делать не будем Поэтому мы сейчас расскажем вообще, по какому принципу устроится рейтинг Очень коротко, Серёжа сейчас быстро вас убедит, что это всё честно Если в двух словах, мы выбрали 11 человек из индустрии, которые по большей части не должны входить в рейтинг Потому что у рейтинга критерии более бизнесовые То есть это такая сложная задача найти людей, которые достойны судить Но по каким-то вторичным признакам они сами не вошли в рейтинг Это известные эксперты, вам все можете увидеть на сайте Принцип был простой Они независимо друг от друга получают список из сотни имён То есть это не 50 человек, а то кто-то им спустил И каждому проставляют оценку от 0 до 10 по трём номинациям Потом просто, когда эта оценка появилась от каждого из участников Мы её суммируем и отсекаем по топ-60 То есть на самом деле, вопреки общественному мнению Ну, такому, несколько распространённому Нет никого, кто в рейтинг не входил Есть люди, которые оказались за топ-60 На самом деле, в рейтинге перечислены вообще все, сколько-то заметные на лошадке люди из Геймдева Кроме этого, мы решили, что не совсем будет интересно награждать людей по уже заранее опубликованному рейтингу И мы предложили тем же участникам проголосовать ещё по двум номинациями Это вклад в индустрию Ну, точнее, это был вклад в индустрию, который модифицируется с прошлого года в прорыв года Теперь это вклад в нас, да? Да, это вклад в Геймдева То есть компания, которая в этом году показала какой-то интересный прорыв Важный, показательный для Геймдева СНГ-шного И вклад в индустрию классический Это, собственно, ну, какие-то Что-то важное для всего Геймдева Опять же, такие у нас есть То есть для нас с тобой Да, важное для Геймдева и важный показательный пример CD-игровых компаний И ещё отдельно для Развлечения аудитории Мы запустили пользовательский рейтинг, где просто читатели Голосовали за любимого спикера За любимую и приятную персону Собственно, вот такой простой критерий Никаких сложностей нет Вот Для чего это мы объясняем? Во-первых, чтобы занять время, нам опять сказали А во-вторых, чтобы показать, что рейтинг действительно Он максимально не подвержен глобальному влиянию Никакому То есть нет там ключевых людей, принимающих решения Это максимально объективный И абсолютно очень тяжело накручиваемый Поэтому с накруткой мы активно боролись Польский рейтинг тоже довольно сильно отражает Объективную некую реальность человеческих симпатий Да Но при этом он, конечно, максимально субъективен Потому что субъективны были, конечно же, судьи Объективных рейтингов не существует, к сожалению Когда будет, мы, когда изобретём, мы, может быть, сделаем Спасибо, Сергей, спасибо, Леонид Давайте мы не будем всё-таки затягивать Мы и так потеряли некоторое время И перейдём к награждению А можно я всё-таки позатягиваю? Я люблю эту резину оттянуть так Ну, если очень хочешь, то чуть-чуть Нет, я быстро завершающее слово скажу Это не так много значит Это всего лишь какие-то куски стекла Которые какие-то люди дают другим людям Но за каждым этим куском стекла На самом деле реальный человек Реальное достижение Реальная вещь, которую сделал его компания Игры Я знаю, что мы сейчас в циничное время Многие могут счесть это какой-то ерундой Но внутри мы относимся к этому серьёзно Будет хорошо, если вы проникнетесь тоже Хотя бы там на долю секунды Тем отношением действительным, которое за этими призами стоит Да, Сергей? Я поддерживаю, да Спасибо, мы оставляем ведущих Спасибо вам Спасибо Спасибо Итак Первая номинация – это «Известность» О, это про меня Нет, ну не совсем Ты же понимаешь, что с тобой здоровается большая часть конференции Это не значит, что не помнят, кто тебя зовут У меня, между прочим, 700 фолловеров в Инстаграме Это всё отлично Но мы сейчас будем вручать награду человеку, у которого нет даже аккаунта в Инстаграме Но это не помешало ему организовать многомиллионную кампанию Пока ты постил фоточки Звучит логично Итак, в номинации «Известность» победил Виктор Кислый Мы просим выйти, да? Владимир Макарычев принимает подарок за Виктора Да, вице-президент по издательству Wargaming Принимайте поздравления И скажите пару слов К сожалению, Виктор не смог приехать Но он реально благодарен И на самом деле это большая честь для него получить эту награду Спасибо всем Ну, наша следующая номинация – это публичность О, ну это точно про меня Знаешь, кого зовут в гости, кого зовут вести номинации? Кого? Тех, кто на самом деле не получает Да, к сожалению, жалко Ну ладно, перейдем к делу Многие спрашивают, чем известность отличается от публичности На самом деле это несколько разные понятия И публичность в основном Это не только то, насколько человека знают внутри индустрии А то, насколько он открыт к обществу Насколько его знают вне индустрии Насколько он готов выступать от имени своей компании И делиться полезной информацией с обществом И победил в этой номинации Награду получает соведущий по подкасту Сергея Галенкина Михаил Кузьмин Спасибо Спасибо Маленькое слово Сергей не смог приехать Мы, к сожалению, не можем его телепортировать из Берлина Но он очень тоже благодарен И, цитирую его слова Никогда еще фотограф не получал настолько заслуженную награду от разработчиков игр Спасибо Спасибо Настало время третьей номинации Это влиятельность В этом году Жили уделила особенное внимание этой номинации И рассматривала непосредственный рост в том числе И с большим фокусом именно на этот год Знаешь, наши номинанты уже все так давно в геймдеве Ну, наверное, сколько я себя помню Ну, да А наш следующий победитель вообще отдал геймдеву около 40 лет 40 лет? Ну, у нас же не такая старая индустрия И сколько ему тогда вообще лет? Ну, он в геймдеве год идет за два А номинантов у нас несколько А, тогда я поняла, о какой премии идет речь Я думаю, вы тоже О номинации «Влиятельность» В номинации «Влиятельность» Побеждаю! Это Дима, Игорь и Таня Глава киевского офиса «Плейрикс» Таня, скажи нам пару слов Прям сразу два микрофона Как раз за двоих номинантов Игорь с Димой хотели передать большое спасибо Всей команде «Плейрикс» Потому что это не их личная награда Как они считают А награда всей компании Спасибо большое Да, пожалуйста Спасибо, Таня И спасибо «Плейрикс» За замечательные фиды Итак, Лена Скажи мне Я никогда не спрашивал Как ты вообще попала в геймдев? Ой, знаешь Это такая интересная история Это было в 2010 году Летом Я помню, я сидела Спасибо за историю У нас всего получила награждение Итак Наш победитель играет в игры с самого детства И с 13 лет уже делает игры И занимается помощью другим Да, этот человек за это время Уже успел создать успешную компанию Занимается паблишингом игр Помогает инди-разработчикам Помогает им питчить свои проекты Активно ездит по конференциям И рассказывает очень много интересных вещей И, наверное, именно поэтому Вы проголосовали за него В пользовательском рейтинге Приз зрительских симпатий А еще он ходит в кепке Ну, я думаю, что вы догадались Победитель в этой номинации Большое спасибо всем, кто голосовал Это действительно очень-очень приятно И очень много для меня значит Спасибо Пожалуйста Наконец-то номинант пришел сам У нас началась белая полоса Переходим к самому интересному Две закрытые номинации И первая из них называется Вклад в индустрию В этой номинации пойдет речь О выборе одной из персоны Которая особенным образом Отличилась в выходящем году Мы уже знаем, кто это Но вы узнаете сейчас Можете пока поугадывать Кстати, а ты слышал, что Нас следующий номинант Написал книгу о влиянии Виртуальной реальности На либидо человека Нет И это хорошо, потому что Он, конечно, ничего такого не делал Вместо этого он занимался Очень важным делом А именно развивал Популярное направление Уже достаточно популярное Но набирающее все еще обороты В СНГ А именно киберспорт И этот человек Это Тоже это Тоже это Алексей Краенов Мы продолжаем традицию Самостоятельного получения наград Отлично Я телепортировался из Москвы сюда Спасибо огромное, друзья Многих из вас я знаю Это действительно заслуга команды Мы собрали стадиончик в Москве Почти на 10 тысяч человек Всем было приятно На это посмотреть Самое смешное Вы можете смеяться В 10 минутах отсюда Сейчас идет Финал любительского кубка Беларуси Старожовская 15А Так что будет время Еще часа два Это будет идти И будет время Загляните Тебе пора Кстати, да Я поеду туда Поболеть немного У нас есть технические вакансии Так что мы еще растем Имейте ввиду Обращайтесь Спасибо большое вам Спасибо тебе Ну и наконец-то Как говорится The last one not the list Номинация Прорыв года В этой номинации Особо отличаются Персоны Или компании Которые сделали Значительный рывок В течение последнего года Вышли на новые платформы На новые рынки Значительно выросли И так далее И это как раз тот случай Когда мы говорим Именно о компании Мы поздравляем Wiser Interactive Спасибо за щедрый аванс Тарт на мобайле У нас вышел неплохим Надеемся на лучшее Спасибо И тебе большое спасибо 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 нашим номинантам Которые дарят нам Замечательные хиты И это все Это была последняя На сегодня номинация Мы с тобой Мне кажется Заслужили тоже какую-нибудь Награду Пойдем-ка отметим А пойдем Спасибо еще раз Всем номинантам И победителям Поздравляем вас А также большое спасибо Организаторам Детей Афру И Девгам А всем вам Я желаю Делать свою работу С удовольствием Делать следующие хиты Дерзайте Развивайтесь И возможно В следующем году Вы выйдете на эту сцену Ну вы держитесь Там счастья, здоровья Хорошее настроение Ну и как там было Ой да ладно Ну тебя пошли уже Субтитры сделал DimaTorzok